Энергии и оптимизму этих людей стоит позавидовать, а еще умению хорошо выглядеть. Нарядные бусы, белые рубашки с галстуком, яркие алые губы и пышные прически. В таком облике они пребывают большую часть своего времени. И неспроста. Частые выступления, по словам пенсионеров, держат их в тонусе. Да и мысли о том, что ты еще можешь быть полезен обществу, невероятно согревают душу. Я живу сама, у меня нет никого рядом. У меня большой огород и все. Но я стараюсь все сделать так, чтобы я попала именно по назначению и в это время к своим. Я отдыхаю душой, я отдыхаю сердцем, я моложе себя чувствую. Вы знаете, я многим советую людям в таком возрасте не закрывать себя от общения. Общение было, есть и будет главным нашим существованием. И прекрасно, прекрасно. Вы знаете, у меня такой всегда подъем. Я, мне кажется, никак не стояю. Пока мы движемся, мы живем. По словам участников вокального ансамбля «Калина», которые посещают и клуб «Камуза», выход на пенсию – не повод расслабляться. Сегодня они гости Белецкого дома-интерната. Демонстрировать свои таланты в этом зале пенсионерам приходится не впервые. Здесь их всегда ждут и тепло встречают. Я помню, хор был 9 человек, сейчас 24. Раньше у хора был только один мужчина, а сейчас уже 5. Надеюсь, в дальнейшем будет еще больше. У нас есть участники, которым 76-77 лет. И я считаю, что они еще могут и 80, и 85 лет. Они, наверное, до 100 лет доживут. Если будут так себя держать в форме. Молодцы. Кроме вокала, у добропольских пенсионеров масса увлечений. Они танцуют, играют в шахматы и шашки, используя при этом даже подручные материалы – крышечки из пластиковых бутылок. Надо в голове держать светлые, позитивные мысли, негативные их выталкивать. И тогда, когда человек с добрыми мыслями, при этом, если он сам человек добрый, веселый, жизнерадостный, в его кругу знакомых, родственников всегда будут точно такие же люди. В свои 75 лет Василий Петрович не пропускает ни одной встречи с друзьями. Говорит, общение с ними дает ему силы и поднимает настроение. Такого же мнения и Алла Петровна. Женщина в хоре уже 30 лет. Кроме пения, у нее есть еще один талант – поэзия. Каждая, если скажет, что старуха, а я скажу, ну какая же я старуха. Говорите, что я старуха, только мне не верится. Ну какая же я старуха, во мне все шевелится. Так что тут только вперед, вперед, вперед. У меня четверо детей, шесть внуков, четыре правнука. Так что мне некогда скучать. Внести в свою жизнь немного разнообразия и стать участниками клуба «Комуза» решила и семья Климовых. Улыбчивые и жизнерадостные супруги за 52 года совместной жизни привыкли все делать сообща. Трудиться, воспитывать детей и организовывать свой досуг. Он у меня такой компанейский, он и песни поет. Я говорю, и в Калину пойдем тоже. Нас очень хорошо, приветливо встретили. Все, мы с удовольствием ходим и туда, и туда. Вот мы выступили, ну и на душе приятно, людям, как говорится, люди аплодируют, люди спасибо говорят, и мы людям спасибо говорим за то, что они нас поддерживают, аплодируют нам. Им некогда жаловаться на боли в спине или высокое давление. Эти люди умеют находить во всем только положительные стороны, быть активными и чаще улыбаться. Потому нам, молодым, есть чему учиться и с кого брать пример.